Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Сегодня мы поговорим на уникальную тему «Теневое правительство». Во время этой проповеди я покажу вам снимки, которые никогда не были опубликованы, а также покажу вам шесть устройств, через которые вас могут прослушивать или наблюдать за вами. У многих из вас они есть. Мы поговорим о шпионаже за гражданами США, о Всемирной сети, также известной как «Теневое правительство». Хочу начать с прочтения книги Откровения 16 главы. Речь идет об Антихристе и лже-пророке. А вот что говорится в 13 и 14 стихах. Потом я увидел, как из пасти дракона, из пасти зверя и изо рта лже-пророка вышли три нечистых духа, похожие на лягушек. Это духи демонов, совершающие знаки. Они отправляются к царям всей земли, чтобы собрать их на битву в Великий День Бога Вседержителя. Заметьте, что в битвах и войнах задействованы духи. Речь о демонических духах, а не о духах от Бога. Годами правительство отрицало существование так называемого «теневого правительства». Это люди, работающие за кулисами, манипулируя событиями. Последнее время об этом пишут книги и говорят в новостях. Есть такой термин, как «глубинное государство». Это люди, которые знают друг друга и работают за кулисами, чтобы контролировать общественный интерес. Эта группа хочет контролировать всю информацию, какую вы слышите, ваши желания в сфере покупок и продаж, а также то, что вам можно или нельзя говорить публично. Иногда они действуют через политкорректность или продвигают определенные законы. Думаю, вы знаете, о чем я. Они пытаются ограничить то, что мы можем говорить или делать. Сейчас даже Библия переживает нападки, потому что она выступает против определенных законов. А вот какие сейчас законы принимаются в США? А что же участники этой группы думают о христианах? Во время прошлого правительства случайно стала известна информация о том, «Кто представляет собой угрозу для страны?» Я хочу прочесть вам четыре пункта. Номер один. Если вы вышли из системы и решили ждать далеко в горах, то эта группа людей считает вас опасным. Номер два. Если вы проповедуете о пророчествах, особенно о книге Откровения, о глобализации и мировом правительстве, то вы угроза для этой системы. Номер три. Если вы разоблачите коррупцию, то эта система попробует дискредитировать вас через СМИ и даже отключит ваши аккаунты в соцсетях. У моих друзей были случаи, когда их аккаунты блокировали лишь потому, что они публиковали правду. Далее номер четыре. Если вы консерватор и при этом христианин, то на вас повесят ярлык «врага государства». Я знаю, что это кажется невозможным, потому что мы живем в Америке со свободой вероисповеданий, свободой слова, но в этом все и дело. Есть восемь организаций, признанные мирскими писателями и исследователями. Возможно, вы знаете эти имена. Новый мировой порядок, Всемирное правительство, Общество иллюминатов, Трехсторонняя комиссия, Совет иностранных дел, Бильдельберг, Богемская роща и Комитет трехсот. Когда вы начинаете учить на подобные темы, люди думают, что вы приверженец теории заговора. Но я хочу дать вам четыре цитаты людей о некоторых из этих организаций. Вот это, например, сказал Джордж Вашингтон. Я не сомневаюсь в том, что некоторые доктрины иллюминатов и принципы якобизма уже проникли в Соединенные Штаты Америки. Наоборот, никто не уверен в этом так, как я. Потом Рузвельт сказал, «За показным правительством сидит правительство невидимое, которое не несет никакую ответственность перед людьми». Герберт Уэллс в своей книге «1940» о новом мировом порядке написал, «Должна исчезнуть система национального индивидуализма. Мы живем в конце существования суверенных штатов. В попытке пробудить западный социализм современное правительство может исчезнуть. Огромное число людей будет ненавидеть новый порядок и погибнут, протестуя против него». А вот послушайте слова Джеймса Варбурга, отец которого был главой Федерального резерва. «Мы будем иметь мировое правительство, нравится вам это или нет». Вопрос лишь в том, мировое правительство наступит в результате согласия или завоевания. А вот еще слова Ларри Макдональда, сенатора из Джорджии. Он говорит так, «Рокфеллеры» и их союзники желают создать всемирное правительство, объединив суперкапитализм и коммунизм, и все контролируя. Я говорю о заговоре? Да, именно так. Я уверен, что есть такой замысел, международный в своих масштабах, планируемый многими поколениями, и невероятно злой в своих намерениях. Есть такая организация, как Комитет 300. Это название дал автор, исследовавший эту тему. Они существуют в США, Мексике, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Они глобалисты, одна всемирная система, валюта и религия. Они отправляют своих детей в одни и те же университеты, возможно, их объединяет бизнес. У них могут быть разные религии, но их объединяет одно, и это деньги. Они контролируют доставку, торговлю, всемирную банковскую систему, поставки еды по всему миру и транспортировки. А некоторые из них даже контролируют лидеров религий разных стран мира. Многие из тех, кто являются частью этой системы, занимаются развитием искусственного интеллекта, сбором информации о людях, они работают в тени. Возможно, вы слышали в новостях термин «теневое правительство». Что означает «теневое правительство»? Послушайте слова специалиста, изучающего «теневое правительство». Он сказал об этом так. «Политическая сила не у избранных представителей, а у отдельных лиц, которые их контролируют. Я не буду называть имена, но за всеми протестами в Соединенных Штатах Америки стоит только один человек. Вы все постоянно слышите его имя. Это не секрет. Все знают об этом. Он мультимиллиардер. Он ненавидит консерватизм и не уважает христианство. У него были проблемы в Европе. Он манипулировал деньгами для своего обогащения, тогда как народ становился в себе днее, но это уже другая история. А теперь снова вернемся к Комитету 300. Все они знают друг друга, хотя и исповедуют разные религии и живут в разных странах. Все они отправляют своих детей в известные университеты в Британии или Соединенных Штатах Америки. Их дети, сыновья принцев Аравии и правителей исламских и европейских стран, поступают в один и тот же вуз в Америке и знакомятся друг с другом, потому что их семьи давно знакомы. Вы знаете, что в Америке есть республиканцы и демократы, и они постоянно спорят друг с другом, но вы были бы шокированы, если бы увидели, как эти люди веселятся вместе. Они спорят в политике, но их семьи очень близки. Вы бы очень удивились, если бы увидели, с кем они дружат. Политики отправляют своих детей в Джорджтаун, Гарвард, Принстон, Оксфорд и так далее. Эти богачи и политики образуют тесный круг и, как я уже сказал, они контролируют банки, еду, транспорт, СМИ, журналистику. Все они участники одной группы заговорщиков. Все это звучит негативно, но есть что-то хорошее в том, что эти люди знают друг друга и посылают своих детей с Ближнего Востока в Соединенные Штаты Америки. Приезжая на Запад, они становятся более терпимыми к этой стране и знакомятся с христианством и христианами. И сейчас на Ближнем Востоке поднимаются молодые лидеры. Раньше там никто не позволил бы построить христианскую церковь или проводить служение в отеле, но сейчас все иначе, лишь потому, что они были в США и познакомились с христианами. И теперь они открывают свои страны для христиан. Это, конечно же, еще не полная свобода, но понемногу они разрешают евангелистам приезжать и снимать залы в отелях для проведения собраний. Если во всей этой системе есть что-то позитивное, то это то, что Бог никогда не позволит дьяволу контролировать все. Пока враг использует свои стратегии, Бог создает посреди всего этого возможности для распространения Евангелия. Бог делает так, что будущий правитель страны встречается с кем-то спасенным и исполненным Святым Духом. А вот что восторгает меня в Боге. А скоро я покажу вам удивительный снимок, с помощью которого шпионили за одним проповедником. Пожалуйста, будьте очень внимательны. А еще я расскажу вам об устройствах в вашем доме, через которые вас могут прослушивать. Дальше вы услышите шокирующие истории. Я буду осторожен и не буду называть все имена. Я поделюсь с вами информацией, которая попала ко мне несколько лет назад. У меня есть друг, он еврей, из очень богатой семьи. Его отец был самым богатым евреем в мире. Его отец владел алмазными шахтами. У него было так много бриллиантов и драгоценных камней, что негде было их хранить. Поэтому они хранили необработанные камни в амбаре, в сумках, для корма. Если бы вы вошли в амбар, то увидели бы множество сумок и мешков, а в них, вы бы никогда не подумали, лежат драгоценные камни. Люди думали, что это корм для коров и лошадей, но это было не так. Он также владел большим количеством недвижимости в Израиле. Некоторые участки очень известны и стоят много, много миллионов долларов. Он покупал эту недвижимость под именем своей компании. Этот человек был настолько известным, что когда он умер, его сын даже не знал, чем именно он занимался. Его отец был знаком с мировыми лидерами и помогал им установить системы безопасности. Из-за известности отца, когда сын приезжал в какую-то страну, то прямо в аэропорту его приветствовали представители правительства. А ему было сложно это понять. У его отца были счета по всему миру. Некоторые из них правительство изъяло после смерти отца. Когда его отец умер, правительство опечатало дом его отца. Затем они ящиками вывозили оттуда какие-то документы, а он даже не знал, что там было. Но он понял, что его отец слетал очень высоко и знал обо всех политиках все, хорошее и плохое. Может, поэтому они вывозили документы. Он рассказал мне кое-что еще. Он сказал так. Из-за моих связей я попал на тайное собрание Бильдельбергов в Греции и в Иерусалиме. То, что я там услышал, просто снесло мне крышу. И он немного рассказал мне о глобальных планах и о том, как они контролируют инфраструктуру и банковскую систему. Это было задолго до того, как у Греции начались проблемы. Они запланировали, чтобы в Греции возникли проблемы. и, как вы знаете, в Греции серьезный финансовый дефицит. Они также говорили об Испании и даже о Соединенных Штатах Америки. В какой бы стране они ни собирались, вскоре там начинался хаос. И все это связано с банками и деньгами. Но было то, что его шокировало. Иногда в его доме останавливались какие-то люди, которые знали, кем он был. И вот однажды к нему приехал человек из американского правительства. У него с собой был ноутбук. Он спросил, есть ли в Штатах такой проповедник, с которым ты хотел бы поговорить лично? Есть один известный проповедник, но у меня нет его номера. Об этом не переживай, ответил тот. Он открыл свой компьютер, набрал что-то и сказал, у меня есть все его номера и даже частный номер, о котором никто не знает. Давай позвоним на этот номер. Они позвонили, и проповедник поднял трубку. Человек представился, а проповедник спросил, откуда у вас этот номер, о нем не знает никто. Они немного поговорили, но проповедник был расстроен, потому что так и не услышал, откуда у них этот номер. Тогда мой друг спросил у того чиновника, а откуда у вас номер этого проповедника? А он ответил, у нас есть номера всех, я могу связаться с любым телефоном. Я знаю, что это может прозвучать как сказка, но он сказал, мы записываем некоторых людей, и у нас есть вся информация о них. а если какой-то человек говорит на телевидении то, что нам не нравится, мы сразу же знаем об этом. Эту информацию я получил от человека, которому доверяю на тысячу процентов. Из наших разговоров я понял, что существует система, которая прослушивает нас, поэтому не пропустите то, что я собираюсь рассказать. Второе, о чем я хочу рассказать, я услышал от бизнесмена из Европы. Я постараюсь быть очень аккуратным, чтобы никак не навредить бизнесу этого человека. Во время правления Обамы ко мне приехал один миллиардер. У него есть огромная фабрика в Германии. Он приехал ко мне, и это очень забавно, потому что он думал, что я знаю президента Обаму лично. Кто бы ни был нашим президентом, я считаю, что это огромная честь знать его лично. Я готов встретиться с Папой Римским. Если вы против этого, то в этом и разница между нами. Поэтому Бог и открывает передо мной разные двери. Бог дает мне встречи с мировыми лидерами, потому что я готов говорить с любым из них. Вы не можете помочь человеку, если не войдете в его жизнь. Вы не сможете поговорить с ним, если вы не знакомы. Это было смешно. Он спросил, а вы знакомы с президентом? К сожалению, нет, сказал я. Как так? Я постоянно вижу вас по телевизору, я думал, что вы можете мне помочь. Затем он рассказал мне, что его страна должна ему 700 миллионов долларов он им оказал. И товарищ, который был с ним, сказал, он говорит правду, я знаю его много лет, он хотел начать какой-то бизнес в США, и поэтому хотел встретиться с президентом, чтобы узнать, как он может помочь нашей стране. он также сказал то, что я не могу забыть. Мы разговаривали о мировых лидерах и о том, с кем из них он знаком. Он сказал то, чего я еще никогда не слышал. Он сказал, вы были бы шокированы, если бы узнали, сколько европейских лидеров являются люциферистами. Раньше я никогда не слышал этот термин. Вы можете найти информацию об этом в интернете, но все не так просто. Я попросил его объяснить мне, кто такие люциферисты. Он рассказал, что эти люди бывшие католики и православные. То есть они были христианами в прошлом, но со временем у них сложилось извращенное представление о люцифере или сатане. Один из их лидеров когда-то прочел стих в Евангелии от Луки, где сатана искушает Иисуса и где сказано «Поклонись мне, я дам тебе все царства земли». И он подумал «Минуточку, сатана владеет царствами земли. Если мы будем поклоняться ему, то он даст нам мировые царства, страны и народы, и у нас будет много денег». Они не считают сатану падшим ангелом или плохим существом, они считают его тем, у кого все есть. Тот человек рассказал, что был в шоке, когда во время обеда некоторые из этих людей говорили «Давайте поднимемся и помолимся нашему отцу Люциферу». Он сказал «В тот момент мне стало страшно. Я верующий. Я склонил голову и помолился во имя Иисуса. Но я точно знаю, что есть люди, занимающие высокие должности, и они посвятили себя Люциферу. Они считают, что Бог просто завидует ему, потому что он имеет власть над странами Земли. И если вы хотите стать эффективным лидером, то вам нужно каким-то образом вступить в союз с Люцифером, который является Богом этого мира. Еще раз говорю, это учение группы Люциферистов, и вы должны об этом знать. Мы только что завершили один из величайших пророческих саммитов. 11 собраний и 5 спикеров. Мы записали CD и DVD. Нет времени, чтобы в деталях рассказывать вам о каждом послании, поэтому дам вам лишь название. Я проповедовал о Божьем определенном совете, о том, как Бог вмешивается в политические события. Это очень интересно, особенно в свете недавних выборов. В пятницу я проповедовал об удивительном 70-летнем цикле и полноте Израиля. Вы узнаете не только о причинах выживания Израиля, несмотря на всех врагов, но и о том, что 70 это сумма всех пророческих чисел. Это важный год, и вам нужно знать почему. В субботу я проповедовал об искусственном интеллекте и образе зверя. 13-я глава Откровений многие годы озадачивала людей, и мне кажется, что я нашел связь между искусственным интеллектом и тем, как он будет использован для создания образа из книги Откровения 13-й главы. Еще я проповедовал о восстании из глубин, о том, как люди в тени контролируют систему. Я рассказал людям, через какие предметы в их домах или офисах могут прослушиваться их разговоры и даже вестись наблюдения за ними. Еще я рассказал три интересные истории, которые неизвестны широкой публике. Они указывают на теневые силы, которые хотят контролировать транспорт, банки, еду и все аспекты вашей жизни. А вот название тем других спикеров «Серьезные разработки в Аравии», «Божий календарь», «Понимание ключей Давида», «Шествие Мессии», «Полное число язычников», «Вавилонская блудница». Вам нужно заказать эти материалы. Заказать аудиодиски вы можете за пожертвование в размере 75 долларов, а видеодиски за пожертвование в размере 110 долларов и более. Это не отредактированные версии. Я решил их не редактировать. Наши телепрограммы мы редактируем, но вы получите полную версию как на CD, так и на DVD. Свяжитесь с нами по адресу, который вы видите на экране, и отправьте нам свое пожертвование 75 долларов за CD-диск и 110 долларов за DVD-диски. Не забудьте указать номер пожертвования. Это станет благословением для вас. Не забывайте, что на DVD есть фотографии, используемые спикерами. Они просто феноменальны. Ждем ваших звонков и писем. Я не могу передать, насколько важно, чтобы вы заказали материалы с нашего последнего пророческого саммита. Эти 11 посланий наполнены такой информацией, о которой вы еще никогда не слышали. Я также хочу, чтобы вы поняли, что мы живем в последнее время. Я верю в это всем сердцем. Мы должны быть такими, как сыновья Иссахара и знать времена и сроки, а также что делать в эти времена. Поэтому заказывайте материалы. Они будут доступны лишь ограниченное время. Это неотредактированные послания, в отличие от тех, которые мы редактируем для телевидения. Мы будем вам очень благодарны, если вы сделаете заказ. Итак, мы будем в Тип-Сити, Огайо. Это будет с 15 по 17 июня со среды по ожидает собрания для партнеров на следующей неделе. А еще приближается очередной Warrior Fest. Я приглашаю вас и вашу молодежь присоединиться к нам. Это будет в июле. Это прекрасное мероприятие для молодых людей. А также еще одно собрание в Луисвилле Кентукки с 19 по 22 июля. Не пропустите. Мы очень надеемся увидеть вас там. На прошлой неделе я уже рассказывал вам о международной библейской школе. Если вам нравится глубокое изучение, то вам нужно записаться в эту школу и просмотреть все наши курсы. Вы можете сделать это из любого уголка мира. Хочу вам кое-что объяснить. Меня часто спрашивают, почему вашу продукцию и ваши материалы нельзя купить за пределами США. Ответ очень прост. Все дело в курсе валют, а также в том, что в некоторых странах почта работает плохо и не всегда доставляет заказы. Очень часто продукция просто возвращалась к нам. В некоторых странах возникают вопросы с таможней, и все это очень сложно. Поэтому я считаю, что лучший выход из ситуации это создание библейской онлайн-школы. Не нужно ничего отправлять и доставлять в другую страну, и все благодаря технологиям. Я верю, что все изобретения, даже те, что придуманы атеистами и агностиками, Бог может использовать. Такие изобретения, как телевидение и интернет, Бог использует для распространения своего послания по всему миру. Не хватает проповедующих, не хватает миссионеров, поэтому Бог использует доступные технологии для достижения людей. Я знаю, что некоторые пасторы говорят, от этих телепроповедников никакой пользы, но я постоянно встречаю людей, которые приняли спасение без посещения церкви, а через нашу программу фестиваль Манны. Я говорю о евреях, о мусульманах, об индусах и буддистах. Некоторые люди даже звонили из Австралии и рассказывали, а мы даже не знали, кто такой Иисус. Мы думали, что это Санта Клаус, но мы смотрели Пэристоуна и отдали наши сердца Господу. И теперь мы ходим в прекрасную церковь. Поэтому, друзья, не нужно недооценивать служение других людей лишь потому, что вы этим не занимаетесь. Все мы находимся в одной лодке. Кому-то нужно было это услышать. Ведь сам Иисус в свое время сказал, «Те, кто не с вами, они не против вас, поэтому поддерживайте их». Евангелие должно продвигаться любыми способами, и мы должны быть благодарны Богу за это и пользоваться всеми этими методами. Следите за нами в соцсетях и не забудьте заказать наши материалы. До встречи через неделю. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 19 по 28 ноября с возможностью посетить город Петра в Иордании. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать дополнительную информацию. Количество мест ограничено, поэтому звоните сегодня. Продолжение следует...